Привет, я снова на связи. Что нужно сделать, чтобы люди узнали о вашем мероприятии? Правильно, отрекламируйте его. Рекламную кампанию предлагаю разделить на два направления. Это оффлайн, где вы будете печатать и раздавать флэйра, клеить афиши, передавать информацию путем личного общения, звания друзей, использования дополнительной наружной рекламы. И онлайн, это социальные сети, конечно же, таргетированные рекламы ВКонтакте, Фейсбуке, какие-то дополнительные средства интернета. Вот недавно мы с Vanilla Skills раздавали флэйра. Да, ребят, привет. Это Vanilla Skills, а я вирус, и мы наконец-то напечатали флэйра. Давай, Vanilla Skills, иди раздавай флэйра. Хорошо, когда другие это могут за тебя поделать. Ты красавец вообще. Ребята, возьмите флэйра. Больше никогда не будет такой возможности туда попасть. Короче, Химка попал, Химка попал. Даже не подозревает о том, что он сейчас возьмет флэйра и будет их раздавать. Да. Спешл фо влог «Колян Вирус» Ник Натингелл. На, держи. Короче, вот так приходишь своих ребят в Челябинске привезти на вечеринку, а потом раздешь флэйра на другую вечеринку, ребят. В общем, мы раздали первую партию флэйров, очень быстро закончились, даже неожиданно быстро. Пришлось заехать еще за флэйрами на Crystal Method. И сейчас мы едем к Химке за второй коробкой флэйров. Ребята, флэйра раздавать — это весело. А по поводу таргетированной рекламы расскажет специалист Денчик, к которому я заехал на днях. Это Ден. Мы сейчас находимся в башне номер 18. Он сейчас его скажет о том, что такое «Церебро». Да, «Церебро» — это программа, через которую мы делаем каждое наше мероприятие. А конкретно это программа для сегментирования целевой аудитории. И на эту целевую аудиторию мы даем просто божественный, просто бомбический «бэнк-бэнк» таргетинг. Мы берем основную группу, по ней мы выявляем, где наши клиенты, а именно наша целевая аудитория, в каких группах она обитает. Из этого мы забираем там еще несколько сотен групп. Из этих сотен групп тысячи человек, сотни тысяч. Из этих сотни тысяч мы убираем маленькую часть, которая вот именно нужна нам. Примерно из там их 200 тысяч у нас получается там 1015. Вот так мы экономим деньги. У нас очень эффективно получается рекламная кампания, конкретно таргетинг или таргетинг ВК. А теперь в двух словах. «Церебро» таргетинг сокращает ваши расходы и повышает эффективность на таргетированную рекламу ВКонтакте. Если вам интересно и вы хотите узнать о ней что-то подробное, действительно, о нашей кухне, просто напишите об этом, мы обязательно расскажем. По бюджету. Ну, давайте так. 10 тысяч на офлайн, в которые входит оплата наемных работников и печать самих куреров. И десятка на таргетированную рекламу. Это услуги специалиста и сам бюджет рекламных услуг. В итоге получается с учетом предыдущих вложений 150 тысяч, если я не ошибаюсь. И о том, как их отбить, я расскажу в следующем выпуске. И еще кое-что. Мы теперь стримы делаем, поэтому предлагаю посмотреть, какой получилась наша первая трансляция. Привет, друзья! Сейчас я нахожусь у Темы Пенегина на студии. К нему я заехал для того, чтобы выйти в прямой эфир, а также спросить его о некоторых нюансах организации мероприятия. Что нужно сделать в первую очередь для того, чтобы мероприятие было успешным? Написать на бумаге полный план действий. Хорошо. Важно ли организовать как-то команду свою, если она у тебя есть? Поздно думать об организации команды в тот момент, когда ты уже начал делать вечеринку. Но вообще нужна она команда или лучше сама? Конечно, очень нужна команда. Каждый в команде должен делать все для выполнения конкретной задачи, а не пытаться помогать кому-то придумывать какую-то другую штуку. Короче, чтобы не было лебедь, рак и щука, правильно? Да, да. Каждый должен отвечать за свое, поэтому команду нужно коммеровать было давным-давно уже. Ну, понятно. Или, как вариант, я предполагаю, что правильным может быть использование наемных работников. Правильно? То есть вот профессионалы своего дела. Кто-то там таргетированную рекламу делает, кто-то готов раздавать флэйра. То есть, ну, платишь денежку, и ребята этим занимаются. Ну, просто нужно понимать, что это нужные вложения. Чтобы нам сделать таргетированную рекламу и ретаргетированную... Так лучше. Чтобы сделать таргетированную... Давай заново. Спасибо. Продолжение следует...